Всем привет! Я Максим Караков, и сегодня по многочисленным просьбам я хочу показать, как играть замечательную русскую народную песню «Пора молодцу жениться». Эту песню я сам в свое время услышал в замечательном исполнении Виктора Сорокина. Очень рекомендую всем ее обязательно найти на YouTube и вдохновиться этой прекраснейшей песней. Также можете найти эту песню среди моих записей, я ее в нескольких вариантах уже выкладывал. Для начала я буквально спою первые два куплета, чтобы напомнить, о чем идет речь, а дальше медленно и подробно, пошагово покажу, как эту песню самостоятельно подобрать и спеть. Пора молодцу жениться, пора молодцу жениться, пора ехать со двора. Пора ехать со двора, пора ехать со двора, да отворяйте врата. Ну и так далее. А теперь, собственно, давайте посмотрим, как играть эту песню. Поехали. Значит, начнем с левой руки. Как и любой разбор, мы начинаем с левой руки. В этот раз не исключение. Это основа всех основ. Начинать играть всегда с аккомпанемента с баса. Значит, начинается эта песня с самой нижней кнопки, находящейся в крайнем ряду. Это аккорд F. Значит, медленно показываю последовательность аккордов. Да, бой у этой песни, как вы уже обратили внимание, очень простой. То есть, это бас-аккорд, бас-аккорд. То есть, бас-аккорд, бас-аккорд, бас-аккорд. Итак. Пора молодцу жениться. Пора молодцу жениться. Ф, Ф, Ц, Ц, ДМ, Е7, АМ, АМ. Ф, Ф, Ц, Ц, ДМ, Е7, АМ, АМ. И припев в этой песне. Начинается с ноты. С третьего слезу аккорда. Аккорд Ж. Пора молодцу жениться. Пора ехать с отвора. Ж, М, Ж, Ц, 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 ДМ, Ж, Ц, Ц, Ц. Вот и все. Очень простая песня. Теперь давайте посмотрим, что происходит в левой руке. То есть, в правой. В правой руке. Итак, начинается у нас с аккорда Ф. Можно найти его на слух. То есть, да? Пора. Ну, смотрите. Начинается вот с этих двух кнопок. Потом. Значит, как найти эти первые кнопки, с которых мы начинаем. Вот. Двумя способами можно найти. Значит, вообще это аккорд Ф, как я говорил. Если его построить по змейке, если тот, кто знает, что это такое. А кто не знает, очень рекомендую посмотреть уроки Кости Иванина, где он очень подробно и тщательно объясняет, что такое аккорды и как они строятся. Вот. Для тех, кто знает, что такое змейка. Значит, если по змейке аккорд Ф построить, переносим его вверх на одну кнопку. И еще раз вверх на одну кнопку. И вот эти крайние кнопки аккорда Ф начинают у нас всю песню. Ну, другой способ ее, эти кнопки нащупать, это, значит, взять аккорд С. То есть, вот, раз, два, три, четыре, с пятой снизу кнопки, раз, как он расстроится. И от него вот так вот по диагонали зацепить вот эту кнопку. Это будет верхняя кнопка, вот этой вот нашей двойной кнопки, которая начинается. Итак. Пара-молодца-женица. Пара-молодца-женица. Ну, то есть, после того, как мы взяли дважды этот аккорд, потом у нас идет змейка. Змейка, значит, вот, начинается с верхних двух кнопок аккорда Ц. Вот так. Ну, то змейка, это вот игра двумя кнопками. Прямо последовательно вниз, вот как вот, ну, пальцы ставятся, так вот и играем. То есть, сыграем. А теперь змейка. Пара-молодца-женица. Пара-молодца-женица. И припев. Два аккорда у нас играются. Аккорд-ж и аккорд-с. Играется уже другим ритмом, так называемый синкопой. То есть, в левой руке у нас храняется бас-аккорд, бас-аккорд, бас-аккорд. А в правой играем аккорд только вместе с аккордом в левой. То есть... Пара-молодца-женица, пора ехать со дворами. Аккорд-ж и это у нас раз, два, три, четыре. Начиная с пятой кнопки. Три кнопки подряд. Аккорд-с. Этот пальцем мы оставляем на месте. А эти два смещаем вот сюда, в бок. Пара-молодца-женица, пора ехать со двора. Ну и осталось сыграть маленький прогресс в конце, который также играется на тех же самых двух аккордах. Ж, Ж, С, А, С, Ж, Ж, С, С. Значит, как я его играю? Прогресс может быть разный, можно, в принципе, так и сыграть. То есть... Пара-молодца-женица, пора ехать со двора. Ну то есть, если вы пока считаете невозможным разобрать более сложный комбинат стаут, можно, в принципе, так и песню играть. Вот таким простым боем. Куплет уже показал, и припев тоже. Но для тех, кто хочет все-таки играть более красиво, вот сейчас покажу, как я играю этот проигрыш. То есть, как он звучит. Пара-молодца-женица, пора ехать со двора. Вот это вот. Значит, это те же самые аккорды, как я сказал, Ж и С. Как они играются? Это, опять же, двойные кнопки на приеме качеля. То есть... На этом, пожалуй, все. Если будут какие-то вопросы, смело задавайте. Устараюсь на них ответить. Спасибо за внимание. Всем пока.